Игровой канал Ивана Фолиота представляет Субтитры подогнал «Симон» Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Assassin's Creed Rogue на ваших экранах, 12-й часть, и мы уже где-то около финала Но на самом деле еще нам долго предстоит тут полазить, надо подсобрать Оставшиеся планшетики и компьютеры повзламывать Идите в подвал Так, ну как вы помните, мы с вами, друзья мои, завалили уже, можно сказать, всех ассасинов Кроме Ахиллес, Ахиллес подраненный остался там валяться, Хейтемом подраненный, я имею ввиду Вот, и повествование на этом, можно сказать, завершено Шей вроде бы выполнил то, что хотел Я даю тебе третий уровень доступа Отныне Для тебя открыты все двери Давным-давно Благородной целью ассасинов Был мир Но с веками эта цель превратилась в более опасную Свободу Дьявол Что такое? Маленькая неполадка Окей Твой коммуникатор отключился и там должно быть ничего не видно Но я смогу показать дорогу Вот, следуй за этими огнями Обещаю, пойдешь на свет, не умрешь Разве я тебя подводила? Иди за огнями Все равно как-то стремно Вот, планшетик валяется Читать я его не буду Вы знаете, я вообще прочитал все эти планшеты Что-то там вообще какая-то муть, ничего интересного Сюжет не имеет никакого критического отношения Поэтому я думаю, вообще даже не стоит их зачитывать Единственное, что полезное Они дают Ладно, хватит только трещать Они Ты все выговорился Планшетики эти дают пистолеты Но, блин, собрать их все равно Все не получится до завершения игры Поэтому этими пистолетами вы сможете воспользоваться только при повторном Либо фри-то-плейном, скажем так Пребывании в анимусе Несюжетном А очень-очень жаль, кстати Так, а вот, на лифт нам надо сесть Какие-то тут, смотрите, сервера крутые прям Смотрите, сколько у них тут Сколько вообще у них этих серверов здесь Представляете, сколько там информации хранится Так, сейчас я обшарю быстренько По углам Проверю, все ли Все ли тут в порядке Может, что-нибудь пропущу Потом сюда опять возвращаться Неохота Сейчас мы все с вами доделаем Друзья мои Очередной взлом шарика Да, что-то как-то не разнообразно В предыдущих ассасинах можно было Разными способами взламывать Насколько я помню Отцеберг Звезда тренировочной программы Анимус Давай покажи, на что способен ты Выскочка Как скажете, мастер Кросс Похоже, я уже чему-то научился Вы согласны? Ха-ха-ха-ха Что смешного? Я ошибался Ты не выскочка Ты просто полный идиот Да ну? Твое тело и разум Они больше не твои Понял? Остались только голоса У меня нет побочных эффектов Моя работа в Анимусе была тщательно Нет, нет, нет! Мои голоса призраки Они мертвы Поэтому лишь повторяют одно и то же Одно и то же Одно и то же А вот твои никогда не умрут И теперь ты Принадлежишь им Я лишь смиренный слуга Ордена Ты вообще больше не человек Ты инструмент Оружие Игрушка Мы закончили Их новый мировой порядок Не оставит место таким, как мы Какой интересный диалог Все Закончили Ну, да Сейчас, ребятки, будем, в общем, прослушивать все эти вещи Ты превзошел все мои ожидания Загрузи память шея в сеть ассасинов через этот терминал Так, я так Думаю, нам надо наверх подняться И вот к тому большому компьютеру Вы знаете, чем-то мне напомнило Mass Effect Почему-то Проход к тому большому компьютеру Mass Effect и Crysis Да ладно тебе, господи, не торопи Ну, да Наверх Здесь больше ничего нету Здесь больше ничего не найдем Можно ехать Время действовать Давай, давай, давай В наши дни ассасины слабы Рано или поздно я поймаю всех до единого И убью Но просто смерть это слишком легко В Португалии было то же, что на Гаити Землетрясение Проклятый манускрипт Погибли тысячи Выведи его Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы Я хочу, чтобы все увидели их страдания И в тот день, когда мы встретимся Они будут умолять меня о смерти Шей был прав Что он знает? Очевидно, больше, чем я Мой план работает Для тебя у меня больше нет заданий Однако История Шея не окончена Я прошу тебя досмотреть ее до конца Ну, сейчас мы ее в этой серии досматривать не будем Ребятки, предупреждаю вас сразу Мы сейчас обойдем справа все компьютеры Ты нам очень помог И да, я тоже тамплиер Уже много лет Очень полезная информация Это как ее зовут-то нашу С испанским именем и фамилией Девочка Которая нас болванчиком Нам называют Она тоже тамплиер Все, я теперь буду спать спокойнее Зная это Не знаю, зачем, правда, мне это все знать Но да ладно Давайте проверим Пошарим сейчас по углам Здесь Блин, тут закрыто И не войти никак Да Что тут? Ух ты Смотри, тут даже на три комнаты Ну, давайте по порядку Заглянем В ванну Да, ванна, да Ничего тут нету Я имею в виду, планшетов нету И очередной взлом Перемотал Я его, естественно, долго Я что-то с ним парился Ребятки, так что Уж не обессудьте Я постоянно вам это говорю Дункан Уолк Быстро приближался к титулу мастера-ассасина Но братство решило послать его через океан в Вест-Индию Вместо того, чтобы пестовать его потенциал Дункана приметил Лауреана Торрес Бывший губернатор Кубы И великий магистр тамплиеров В переписке Торрес предложил ему менее жестокий способ достижения их общих целей Использование артефактов предтеч для слежки А не для убийств, так поощряемых братством Увы, до того, как тамплиеры раскрыли его потенциал Дункана убил пират История Дункана печальна Но она доказывает, что Несмотря на стремление тамплиеров К миру и порядку Им не чужды идеи Личного успеха Да-да, это тот самый Дункан Волкпол С которого начинался Ассасин Блэк Флаг Интересно послушать мнение Отца Берга Так, здесь вообще пустота, что ли Пустая, а не, вот компьютер есть Ну хоть компьютер, слава богу Давайте взломаем Тоже не буду я вас утомлять Очередной шарик взломан, ребятки Господи, какая же это все-таки унылая часть игры По взломам Единственное, вот только повторюсь Что вы делаете, это послушать Послушайте Секрет Абстерго Они или другие хакеры Которые воспользовались оставленной лазейкой Способности Способности Ребекки Крейн не стоит недооценивать Она автор Анимуса 2.0 Аналога устройства Уоррена Видика По всей видимости, это она построила для Ассасинов новую, более защищенную сеть Судя по всему, Украина Гастингс заняли высокие посты в братстве По слухам, они руководят хакерской группировкой под названием «Посвященные» И переманивают хакеров на сторону Ассасинов А вот и Ребекку нашу вспомнили Такую немножко, что-то с чудинкой девочкой, насколько я помню Так, что у нас тут, а? Марфута Ничего, по-моему, нет, да? Значит, планшет должен валяться Я почему-то уверен, что он валяется Где? Да нигде его нету Блин, пустая просто комната Потрясающе Зато салфетки влажные Не влажные, а эти самые Одноразовые Ну как они называются, не знаю Все, валим отсюда Стоп А, вот, все, последний Четыре даже здесь комната Вот теперь здесь есть планшет Ха-ро-шо Двадцатый документ Ничего Двинули отсюда Теперь с чистой совестью Так, ну вроде все, да С чистой совестью можно подниматься наверху Один планшет я упустил Ну я его подберу В этом самом Как его? Наверху У Люси Как ее это? Не Люси, а как ее зовут? Да-да-да, обязательно увидим Ну Мелани Лэмэй Это, блин, все время и Люси Хочет, потому что Наверное, на нее чем-то похоже Как по мне В холл А, вот там же в хоре У нас еще есть Два Прохода около лесенки Две, вернее, двери Закрытые Давайте Посмотрим Че там Абстерго Энтертеймент Мать его, за ногу Так Здесь мы уже все вроде просматривали Сюда нас не пускают Скучно, да черт Ну У нас есть приказ А мне приказано стоять Вот тут Шон Гастингс Я помню, торчал В Блэк Флаге Я уже это говорил Так В туалете мы бывали вроде, да? Сейчас еще быстренько посмотрю По углам тут Ничего не валяется ли? Вроде нет В туалете, я думаю, вряд ли Что-то добавилось С моего последнего появления здесь Ну да Фигушки Ну что Давайте заходим О, какой здоровый компьютер Смотрите-ка Планшет тоже валяется Ну прям смотрите Прям удачно зашли Так Не буду я вас Утомляю Здесь очень зараза Сложный, кстати Пока оказался Шарик Наверное, самый сложный Из всех Я с ним Я с ним 10 возился Субтитры Субтитры Нашим бесстрашным вождем Он украл шкатулку предтечь И скрылся Цель номер 2 Аранд Шат Бывший чемпион по смешанным единоборствам Ученик Каннингема И его любовник Как романтично Господи Он отвлекает внимание Убивает наших агентов-тамплиеров На объектах от Стелкова И сюда эту слякоть запихнули Соркин Бери группу Сигма И за Шатом Каннингемом я займусь сам Заодно достану артефакт Не хотелось бы отпускать вас одного, шеф Я хочу разобраться с ним лично Группа Сигма Будьте все время на связи с Вайлет Выполняйте Соркин, идиот Только не один на один Отступайте Получай Моя пушка Снайпер один Снимите? Нет, он использует Соркина как живой щит Он же нас поможет Стреляйте Попал в Соркина Дымовая бомба Ничего не видно Черт Он ушел Внимание Тащите свои задницы к точке эвакуации Быстрей Ах, просто Пристрелите меня уже Я видел тебя во сне Ах, мило, но у меня есть пара В этом сне ты погибаешь во Флоренции Что тут скажешь Я слишком упрям Привет, милый Черт Нельзя бросать шкатулку К черту Я убил половину Сигмы Валим пока можно Увидимся в твоих снах Крейда Тамплиерского Во главе с отца Берга Как они там Перемочили просто всех Так, здесь параллельная комната Нет, не смежная Рядышком комната Такой же здоровенный компьютер На блага Ее шарик Взламывается намного легче, ребятки Чем предыдущим С предыдущим, говорю Я просто заманался Блин, а что они вот эту целяк Эти гейскую Опять сюда приплетают, а? Вот Я не скажу, что я Хотя нет Я скажу Я вот гомофоб Не люблю я их Никак ничего против не имею Живут себе Живут, но, блин Зачем в каждой игре В каждом сериале В каждом кино Об этом говорить Мы их зажали Торкин добивает тех Кто пытается бежать Хорошо Начинайте вторую фазу Всем отрядам Есть приказ Вторая фаза Повторяю Вторая фаза Ломайте двери Три Два Катриану маэстранцы Я пришел за тобой Что там у него? Виттория Агли Ассаси Ассаси Да Черт, вы бабушки Группа Сигма Кто-нибудь Ответьте В одной из записей Тоже вот рассказывалось Как раз таки Отца Бергам По поводу Операции Вот этой во Флоренции Интересно И вот так вот Все у них провалилось Из-за того Что там бомбу взорвал Да Тамприерам Блин, не везет Вот это, конечно Стремление к порядку Тамприерское Оно видите Как вот из колеи Вы ошибается Постоянными действиями Ассасинов Они прямо Из последних сил Жертвуя собой Как в принципе Вы помните На протяжении всех Игрушек по Ассасинам Постоянно Портят им Все карты Я не знаю Насколько это все Хорошо Насколько все плохо Я свое мнение Еще думаю Выскажу в титрах По поводу Всех вот этих Перипетий Действий Ассасинов Тамприеров Кто из них прав Кто виноват В общем Меня еще прикалывают Ваши комментарии По этому вопросу Так Давайте Заглянем За компьютером Этой Мелани Ничего с ним Нельзя сделать И планшетик Больше не валяется Давайте Выглянем Еще раз Полюбуюсь Заснеженным Городом Здорово Что декорацию Сменили Так Там же По-любому Был Или второй Это здесь уровень Я уж не помню Ребятки Хоть убейте Не помню Здесь второй Мы уже здесь были Эх Я что-то Как-то в полную А Есть хочу Блин А он закрыт Ну елки-палки Еще охранника Поставили Черт А я надеялся Что здесь Мы сейчас Что-нибудь Сможем Откопать Интересное Ну нет Зачем так Правда Это делать Я не понимаю Тут планшет Валяется Я знаю Я сюда За ним Попозже В следующий раз Еще заскочу Не знал Я просто Что он Здесь Как-то потом Случайно Заметил Когда ходил Не снимая Поэтому Сейчас мы Отправимся В этот самый В наш Основной Основное Помещение Хеликса Где все Они ему Состоят Там тоже Есть у нас Дверки Третьего уровня Который Надо взломать Совершенно В дырочку Так Там Первый уровень Вон Вот Такая же Здоровая Комната Почти Такая же Здоровая Как и наша Так Ну вот Компьютер Давайте Ломанем Хопа Все просто И послушаем Что же нам Тут скажут Блин Что-то нету Видео совсем Одни аудиозаписи Я перераспределяю Ресурсы В соответствии С обозначенными Приоритетами Проекта Феникс Проект Феникс Группа Сигма Лучше подходит Для охоты На ассасинов Оставьте Поиск артефактов Группе Дельта Эти артефакты Позволят Секвенировать ДНК Первой цивилизации Справимся с этим И ассасины Станут для нас Даже меньшей Угрозой Чем сейчас И все же Нельзя Растрачивать Навыки Агента Дакоста На Абстерго Интертеймент Прошлогодний Провал Проекта Образец Семнадцать Показал Что Абстерго Интертеймент Не так Проста Как мы Думали Раньше Это Идеальный Ресурс Для поиска Новых Частиц Эдема Это Слабое Звено Которое Раз за Разом Используют Наши Враги Еще Один Повод Чтобы Дакоста Поработала Над защитой Облачного Сервера Мы уверены Что Мелани Ламе Не облажается В отличии От Оливье Гарно Приглашать В наши ряды Гражданского Тоже Не лучшая Идея Время Покажет Кто из нас Прав Впрочем Месли Мэй Уверенно Решила Проблему С Джоном Стэндишем Благодаря Ей Мы узнали О мудрецах Одним Этим Она Помогла Проекту Феникс Больше Чем Вы Она В данный момент Эти психи Нам даже Полезны Они Ценный И дешевый Источник Артефактов Если они Внезапно Станут Для нас Угрозой Расправимся С ними Так же Эффективно Как в свое Время С ассасинами Нельзя Дать Ассасинам Восстановить Силы Это Тактический Просчет Нужно Атаковать Сейчас Пока Они Уязвимы Мы Ценим Ваше Знание И увлеченность Мистер Бер И учтем Ваше Апасение А пока Собирайтесь Вас ждет Напряженный Год Прямо Приеме При приеме На работу Мы вам Перезвоним А вот Циберг Очень крут Я не знаю Почему Но он Меня радует Именно Своей Непоколебимостью Уверенностью В себе Я уже Это говорил Опять же Но Ничего Такого Нового Добавить Мне Конечно К этому Нечего О Планшетик Еще Один Ну Просто Как Вот Он Вообще Относится К своей Работе Если Конечно Это Работа Мне Назвать Там Приер Истинно Лояльный Человек Я Не Говорю Что Это Хорошо Опять же Таки Но Просто Меня Радует Отношение Такого Человека К Своему Скажем Так Делаем Так Прямо Остервенело Верят Выстину Там Приех Так Еще У нас Есть Одно Местечко Где Есть Комната С Третьим Уровнем Вот Оно Что У нас Здесь Столько Всяких Мелких Деталей Тут Валяется Продук Начинает Глаза В глазах Ошаребить Когда Вот Ищешь Особенно Эти Планшетики Дурацкие Так Еще Один Шарик Но Он Вроде Легенький Поэтому Перематывать Я тут Особенно Не Стал Сейчас Мы Быстро Взломаем Хоть О Блин И так А Вот Все Да Я По этому Смотри Я Не Перемотан Смотри Так Долго Я С ним Вожусь Ладно Очередная Аудиозапись Очередная Аудиозапись 1 ноября 2013 Года Агенда Коста Сообщила Мне о зацепке В поисках Бриллианта Кахенур Копия Хранится Среди Драгоценностей Короны Англии Но Оригинал Одна из Частиц Демо Утерян Уже Много Веков Джод Сура Программист Компании Майсортек Которая По заказу Абстерго Энтертеймент Разрабатывает Анимус Для азиатского Рынка Устройство Брахмана Он связан Сиабханд Хами Сестрой Джадсхип Хами Известного Ассасина Может ли Братство Использовать Устройство Брахмана Для поисков Кахенура Пока Доказательств Мало Я решил Использовать Местные Отряды Абстерго А не Группу Сигма Обновлено 3 ноября 2013 Года Джод Сура Был похищен У Дримленд Студиос В Мумбай Его затолкали В фургон Сиабхан И Джадсхип Дхами Опасения Подтвердились Ассасины Используют Генетическую Память Джод Сура Чтобы найти Кахенур Я разрешил Солдатам Абстерго Атаковать И уничтожать Ассасинов Проинструктировав Сохранить Устройство Брахмана В целостности Лечу В Индию Обновлено 4 ноября 2013 Прибыл в Индию Слишком поздно Две стычки Между ударным Отрядом И ассасинами Тело Сиабхан Тхами Было найдено На месте Первой Но сильное Повреждение Не позволили Извлечь И генетическую Информацию Нашел Устройство Брахмана На месте Второй стычки После изучения Генетической Информации Заключаю Что Род Сура Оказался Тупиковым Ни одна Из сторон Не знает Где Кахенур Джихадсхипт Хами Скрылся А значит Мы должны Внимательно Отслеживать Деятельность Ассасинов В Индии Дело Закрыто Приступаю К новому Заданию Интересно Про Индию Я Честно говоря Мало Чего Знаю Про всяких Этих Кахенуров Кахенур Есть такая Марка Карандашей Дешевых В канцелярии Кахенур Что-то Так Вспомнилось В свое Время Я Имел Дело С Канцелярией Еще Один Планшетик Валяется Хорошо Так Сколько У нас Хуже Там Собрано 19 20 Валяется В другом Месте Я повторюсь Он валяется Где Мелани Ломой Перед Кабинетом Где Секретутка Ее Сидела Так Посмотрели О компьютерах Насколько Взломано Пока Еще Не Известно Так Ну Вроде Все Больше Я Здесь Ничего Не Вижу Не Нету Сейчас Ребятки Это я так Просто Чисто Чтобы Убедиться Что Все Как бы Отсюда Я Вытащил Давайте Э Где Компьютер Компьютер Здесь Что А Ну Вот Нам Показано На Мини Карте Давайте Ломанем И Его Остальные Кстати На удивление Не Такие Сложные Как Вот Был На Первом Этаже В Холе Вернее Видите Как Все Просто Я Думал На Третьем Уровне Нам Просто Мозг Вынесут Но Нет Все Оказалось Гораздо Прозаичней Информацию О жизни Харлана Каннингема Было Трудно Достать Поскольку Гевин Бэнкс Подчистил Все данные О том Кем Был Каннингем До Вступления В Братство Мы Смогли Собрать О нем Хоть Что-то Лишь Благодаря Выдающимся Навыкам Агента Дакоста В Старшей Школе Каннингем Признался В Гомосексуализме Это Разрушило Его Спортивную Карьеру Он Покинул Техас И Направился В Европу Каннингем Был Завербован Братством Во Флоренции Под руководством Опытного Ассасина Адриана Маэстранцы Маэстранцы Взорвал Бомбу Защищая Базу Во Флоренции От группы Сигма В 2012 Году До Взрыва Погибло Три Ассасина Но Группа Сигма Была Полностью Уничтожена Выжить Удалось Только Каннингему И мне Последний раз Каннингема Видели в Роттердаме В компании Аренда Шата Экс-чемпиона По боям Бесправил Чья карьера Пошла под откос Когда он Объявил о том Что он гей Очевидно Что Каннингем Стал наставником Шата В делах Братства Несмотря На прекрасную Физическую Подготовку Шат Не годится На роль Ассасина Он не умеет Быть незаметным И может Легко Скомпрометировать Братства Недавно Каннингем Похитил Частицу Эдема С объекта Абстерго В Роттердаме В ходе Операции Шат Нападал На сотрудников Абстерго В городе Чтобы отвлечь Внимание От наставника Группе Сигма Удало Свернуть Артефакт Но Каннингем И Шат Сумели Скрыться Я не Позволю Каннингему Уйти От меня В третий Раз Так Ну что ж Ребятки Давайте На этом Потихонечку Сворачиваться Такая Больше Информативная Серия Получилась Нежели Экшоновая Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Увидимся С вами В заключительной Тринадцатой Серии С вами был Фолиот Всем Большое Пока Продолжение следует Продолжение следует